всем привет сегодня у нас снова рокот от реал стила и снова лимитка для ламни сразу хочу сказать для тех кто не понял купить конкретно такой нож можно только финском ножевом магазине ламни ссылочку я прямо на него оставлю в описании к видео и в закрепленном комментарии кстати вот чтобы не пропускать такие классные штуки или классные акции по распродажам такой же допустим версии но с 35-кой которая сейчас еще есть по очень вкусной цене нужно подписаться на рассылку новостей ламни и так какие сегодня у нас цели и задачи это опять повторюсь лимитированный с черным покрытием со сталью м390 нож который стоит сейчас ну надеюсь что курс не скакнет в пределах десятки это рокот по дизайну ивана брагенца я думаю что нож представлений не нуждается у него такое количество различных генераций разновидностей он производился кастом на калашниковым но смысле тимофеем сейчас он кастом на производится иногда под аукционы андреем григорьевым что нож популярный вот реально вот тут как бы с этим спорить глупо и вот в этот раз нам предложили черное покрытие причем оно такое black wash и на и мы пока еще не знаем ни что стоит у него в севом смысле какие шары никакой шарик детента не знаем и не знаем что со сталью с твердостью м390 предлагаю сначала напомнить вам характеристики сочетание цветов просто отлично единственное что я бы не рекомендовал оставлять этот нож в темной комнате с выключенным светом потому что он супер темные если вы его где-то положили будет достаточно сложно найти но выглядит просто потрясающе накладочки у нас здесь из карбона правильнее на самом деле это называть шрейдет карбон что это как бы посеченный карбон потом который вот эти вот опилки обрубки щепочки обратно склеивают в общем называется оказывается это шрейдет карбон и вес этого ножа 104 грамма для тех кому интересно а сколько же грамм экономит собственно карбон могу сказать что вот есть у меня еще вот такой ножичек он точно такой же только у него белые накладки из g10 белый бэкспейсер и сталь n690 на клинке вот его вес 113 грамм и всего-навсего разница в 9 грамм правда же это сколько так много то можно сэкономить ну да ладно рукоятка 117 миллиметров 13 миллиметров самом толстом месте это тоже карбон я про бэкспейсер клипса у нас глубокая переставляемая на правшу на левшу вот здесь вот есть скрытое темлячное отверстие сразу скажу подсовывать в него паракорд ну не самая простая задача но сделать это не разбирая нож вполне можно как вы видите вся фурнитура лайнеры и клипсы покрыты покрытием к сожалению это все краска и поэтому даже из коробки у вас могут быть вот такие затертые края если нет что буквально от носки пару дней вы получаете примерно все то же самое я вот белый чуть поменьше носил но тоже он потерся здесь вот это все нож просто приобретает вид такого ну как поработанного и это ему на скажем так на внешний его вид ну никак не влияет тут возникает вопрос а вот что у нас на клинке что на клинке за покрытие черное я не знаю я вопрос написал официальному производителю в instagram в директ говорю а что там у нас покрытие на что они очень странно мне ответили не dlc и не пиведи стойкая или нет скажем так вот этот нож у меня чуть побольше и он ровно такой же и им я пользовался достаточно много и строгал даже твердые породы дерева и вот на нем следов нет если вы вспомните мой ролик про зигзауэр к 320 то там от строгания твердых пород дерева на сирокоуте появились такие пятна здесь ничего нет поэтому предположу что покрытие достаточно стойко она не глянцевая и не сильно матовое нечто среднее и она не шуршит когда режешь продукты ну как бы не мешает на ножей предусмотрено две системы открывания это стандартный шпенек и плюс есть фронт флиппер вот такой вот тут даже с таким выпилом вообще надо сказать что нож удачный я думаю именно поэтому у него такое большое количество разных генераций исполнений лимиток и всего остального винты все под шлиц это удобно длина клинка 94 миллиметра из них 89 полезных три с половиной в обухе и на этой лимит очки сталь m390 у меня у ножа номер 50 самый большой вопрос для ценителей вот этих вот всех стали за недорого какая же здесь твердость заявленная 5960 проверил на бутылке скорее все-таки 60 чем 59 бутылку царапает вполне комфортно 26 миллиметров ширины клина из них 20 это прямой спуск сведения от 0 5 до 0 7 мой нож уже переточен прям по родному подводу и лайнер 14 миллиметра еще один немаловажный момент на лимитках ламни керамические шарики детента и керамический подшипник а на обычных просто все стальное и они зачем-то еще здесь красят вместе с лайнером этот шарик стальной он очень быстро оттирается и получается там стальной так что для тех кто ждал и у кого был не мой вопрос а брать ли да можно брать смело за эти деньги м390 вы получите от нее кайф еще и плюс на нормальном ноже с нормальным адекватным использованием напоминаю что у ламни есть версии с 35 к и на сатинированные ножи акция не знаю на момент выхода ролика она еще будет длиться или нет но для россии она стоит там что-то по моему даже меньше 7000 ну и как обычно для понимания габаритов этого черного ножа предлагаю сравнить его с другими известными складными ножами чем нравится этот нож тем что во-первых он доступный во вторых у него большая вариативность опять же порадовала твердость стали она безусловно чуть чуть поменьше чем у 30 пятки но за счет более серьезного более интересного химического состава я думаю м390 все-таки будет поинтереснее разницу вы тоже знаете по весу с обычной g10 это тоже классно что у меня оказался второй нож под рукой но и давайте мы сразу попробуем построгать я скажем так чуть-чуть забегая вперед опять же построгал вот этим ножом чтобы посмотреть что будет с этим покрытием потому что это вот лимитка для как бы другого магазина американского но тем не менее покрытие здесь ровно такое же давайте я вам покажу что с ним было и вообще как эргономику я вам напомню там на фруктах овощах шуршит не шуршит ну и плюс насколько это комфортно делать голой рукой а Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и опять же, нужно провести инспекцию внутренних узлов этого ножа и посмотреть, как все сделано. Потому что сказать вам поправлю. Плюс у этих ножей, у обоих, у которых краской крашеные лайнера, у них есть один момент, который свойственен всем ножам экстрема рацию. У них тоже вот эти шпеньки прям вплотную касаются лайнеров, что они являются здесь стопорными. Соответственно, просто пощелкав какое-то время, у вас вот в этом месте появляются вот две белые точки, две отметины. Это на обоих ножах, про это нужно точно вот сказать. Субтитры подогнал «Симон» Во всем остальном «Рокет» хорош. Поэтому у вас сейчас еще пока есть выбор, что выбрать. Вот эту вот М390 чисто черную с «Блэк Вошем» или взять, допустим, «Тридцать пятку». Есть одно «Но». Вот этих ножей совсем-совсем осталось чуть-чуть, поскольку почта потеряла большую часть ножей, которые шли в ламню от «Реал Стилла». И вместо там планируемых, по-моему, 250 что ли, я вот сейчас не вспомню на карточке, что было написано, всего 100 было в продаже и они достаточно быстро заканчиваются. Поэтому, если вы хотели в М390, рекомендую поторопиться. Если не хотите черный нож, напоминаю, что еще есть «Тридцать пятка», которая в «Сатине» продается просто сейчас по очень супер вкусной цене, а сделать столом «Вошем» это две минуты. Вот. Поэтому вот такое вот сегодня видео. Надеюсь, вам было интересно. Однозначно есть смысл присмотреться к М390 в пределах десятки с нормальной термичкой, с нормальным покрытием. Еще и на керамических шарах от известного производителя с карбоном посеченным, назовем это так, вполне стоит. Поэтому ссылочки на нож и на предыдущую лимитку с «Тридцать пяткой» будут в описании к видео и в закрепленном комментарии. На этом, наверное, и все. Всем спасибо. Пока.